И долгожданная встреча с Леоном Вайнштейном в нашем эфире. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, давайте-ка поговорим вот о чем. Опять обсуждаются вопросы эмиграции. Администрация Трампа выступила с некоторыми инициативами. Во-первых, продлить срок содержания в центрах содержания нелегалов с 20 до 60 дней и поднялась по этому поводу истерика у либералов. А во-вторых, опять сказал о том, что право на гражданство по факту рождения не совсем правильно и следовало бы от этого избавиться. Что вызвало тоже бурную, бурную реакцию и в социальных сетях, и в средствах массовой информации. Вот, так сказать, об эмиграции, о плюсах, минусах и что, как и почему. Ну, начнем с того, что, что бы сейчас Трамп не сказал, это вызовет любую, так сказать, бурю небедленно реакции. Просто потому, что как демократическая партия Америки, так и средства массовой информации в любом их виде и форме, у них есть огромное количество разных форм, в том числе, скажем, Google, который как бы не является источником средств массовой информации, не издатель, но на самом деле выступает как пропагандист, то есть пропускает ту информацию, которую они хотят, чтобы мы получали, и задерживает, не пропускает ту информацию, которая, с их точки зрения, скажем, не ведет к построению светлого будущего под названием коммунизм. Поэтому, значит, все вот эти люди, все эти организации вместе, они сейчас будут заниматься тем, что они, они так-то уже занимались, так сказать, уже два с половиной года, но сейчас особенно яро будут заниматься тем, что что бы ни сказал Трамп, что бы ни сделал, так сказать, его принадлеженные люди и тому подобное, они будут вылавливать из этого кусок фразы или что-то еще и кричать, ах, какой он бессовестный, там, идиот, сукинцын, несмотря на то, что, например, лидеры их же партии, тот же Обама, тот же Клинтон, так сказать, и Хиллари, и Билл, там и тому подобное, говорили все то же самое, и даже те люди, которые сейчас в Сенате, будучи более молодыми сенаторами, там, 20 лет тому назад, говорили абсолютно все те же самые слова, но такое впечатление, что все, всем на это шутся равно, но главное, значит, продолжать кричать, что, ну, по типу Геббельса я уже, так сказать, давал часто этот пример, что если ты ложь повторяешь достаточно часто, то в умах людей она становится правой, особенно если это, так сказать, абсолютно какое-то кошмарное вранье, которое нельзя никак проверить, даже опровергнуть нельзя, потому что это никакого отношения к действительности не имеет. Даже, вот, уже известно стало, что главный редактор New York Times, значит, собрал своих, так сказать, верхних сотрудников и сообщил им, что они слезают с темы, значит, Трамп предатель Родины, там, так сказать, пляшет под дудку России, хотя все они прекрасно знали, что ничего подобного, так сказать, не происходит, а сейчас мы будем все концентрироваться на выборах, на том, что, значит, и Трамп, и все его люди, которые рядом с ним, они являются расистами, вот, расизм, 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 это, вот, сейчас, главная тема, надо создать, потому что, значит, по опросам населения выяснилось, что, так называемые, так сказать, живущие в предместьях женщины, то есть, ну, это огромное количество людей, которые имеют возможность, скажем, мужа, что называется, отправить на работу, а самой остаться, так сказать, либо до полставки, либо что-то еще, либо вообще заниматься домом, семьей, там, и тому подобное, это целая прослойка такая большая в Америке, рядом со всеми большими городами есть вот эти вот женщины-предместии, вот, женщины-предместии ужасно реагируют на всякие, вот, так сказать, там, слова типа расизма, если вот уговорить их в том, что Трамп расист действительно, то, несмотря на то, что им будет лучше, с точки зрения экономической, политической, и чего угодно, так сказать, и безопасности, они все равно на эмоции пойдут голосовать против вот этого расиста, потому что вот не хотим, чтобы расист был во главе нашего государства. Поэтому брошены сейчас все силы, ну, а те, кто пониже стоит, они не понимают, на самом деле, этих задач, они просто повторяют, повторяют, так сказать, им сказали, а не гавкают, что называется, да? Собака гавкает, караван идет, и вообще все очень хорошо. Так вот, значит, теперь более конкретно. Трамп совершенно правильно, с моей точки зрения, говорит нам, что есть одно только государство в мире, и иногда хорошо отличаться от других, а иногда, так сказать, как бы глупо, да? Которая говорит, если ты забежал за нашу границу, присел, что называется, родил здесь человека, этот человек автоматически является жителем, гражданином Соединенных Штатов Америки. Ну, как бред, да, так сказать, лично я знаю, как минимум 5-6 человек, я уверен, что, на самом деле, значительно больше, некоторые скрывают. А что они сюда заезжали, скажем, там, в каком-нибудь пятом месяце, одевались так, чтобы не было заметно, что они беременные, просиживали здесь до, так сказать, рожали, получали, так сказать, все обслуживали американцам, которые надо, а кроме того, получали паровоз. Паровозом называется член семьи, который получил автоматически американское гражданство, и теперь, так сказать, на него можно нанизывать все остальные вагоны членов семьи, если нужно, всех перевозить сюда. То есть, как когда-то говорили, евреи, это не роскошь, а средство передвижения, значит, в мое время, там, где-то в 70-х годах, а передвижение в Израиле в то время это было, да, то сейчас, значит, вот рождение ребенка, так сказать, не является просто функцией организма, а является, так сказать, попыткой перебраться и перевести всю семью сюда. Ну, и просто на всяких случаях, чего бы не было у ребенка, значит, гражданство. А кроме того, здесь хорошо принимают роды, ибо сделают это бесплатно, если ты соврешь, то ты, так сказать, себя денешь, нет, то что-то еще. Значит, во-первых, вот эта вот бредятина, она в свое время была придумана совершенно по другим поводам. И, кстати, всегда, например, дипломатов вычеркивало из этого списка, то есть все, кроме там людей, которые находятся здесь на службе от своих стран или компаний, эти не имеют. А, так сказать, в те времена путешествия были другие, ну и тому подобное. Значит, это бредятина. Потом вторая бредятина называется, значит, как она, так сказать, когда выигрывают, там, лотерея. Вот, лотерея. Я, так сказать, заранее извиняюсь перед теми, кто сюда приехал, выиграв лотерею, но с точки их зрения, я их очень хорошо понимаю, они стали участвовать в ней, потому что, ну, почему нет, если дают, да. Но с точки зрения Америки, это абсолютная чушь. Значит, выигрывает лотерею человек, который, ну, скажем, так сказать, и не может никак участвовать в нашей жизни, и не сменяются очень часто, я таких тоже знаю хорошо, которые приезжают сюда, потому что, так сказать, фортуна мне разрешила, теперь я сажусь Америкой на шею, да. А почему кто-то, кто подает действительно по работе, там, или по каким-то, у которых есть какие-то знания, умения, нужные для Америки, которые говорят, я буду, так сказать, продуктивным членом, там, и прочее, почему он ждет год, два, три, пять, а почему, так сказать, этих людей, бум, выиграл, так сказать, прошел собеседование о том, что ты там не убил, я не знаю, соседа своего в милиции, не записано об этом, и ты не собираешься, приехав сюда, пропагандировать многоженство. Кстати, почему спрашивают это, я не знаю, но спрашивают. Наверное, неинтересно, наверное. А, значит, почему их надо сюда впускать, а тех людей, которые Америки, нужны, действительно, нужны не впускать сюда. Такая абсолютная хинея, да, то есть, вот такое впечатление, что законы американские созданы для того, чтобы самим себе сделать хуже. И еще раз хочу сказать, я за эмиграцию, я за то, чтобы как можно больше людей, которые понимают, что они могут... Ведь, приехав в Америку, надо уметь драться, так сказать, кусаться, надо уметь зарабатывать деньги, надо уметь за себя стоять. Нельзя приехать в Америку и просто улечься и сказать, все, я сюда приехал, теперь кормите меня и поите, да. Вот в свое время сюда ехали совершенно особенные люди. Они знали, что никто их кормить, поить не будет. Сюда ехали люди, которые из всех семей уезжали только те, у кого, что называется, в душе вот эта жилка есть, что я за себя могу постоять, я могу сам за себя отвечать, я могу добиться, я хочу добиться. И там, где я живу, мне не дают там всякие, так сказать, предрассудки у евреев, или там просто земли нет у итальянцев или что-то еще. Я поеду, я найду эту землю, я найду это равноправие, и я его добьюсь. Равноправие имеется в виду равноправие возможностей, естественно. А не равноправие, так сказать, я работаю как угодно, а мне все равно дают за это деньги, да. Так вот, люди, которые приехали сюда, у них у всех ген был вот этот вот выдающийся, который Америку и сделал. Сейчас люди, которые едут сюда в огромном количестве, они знают, что они могут совершенно спокойно сесть на какое-нибудь пособие, хоть там что-то еще, просто прийти и сказать, я там вот такой-сякой, я там, у меня там ничего нету, поэтому, пожалуйста, кормите меня, поите. Плохо будут кормить, плохо будут поить, в плохих квартирах будете жить, но не умрете. А кто за это платит? А за это платит тот, кто честно ходит на работу, тот, кто честно разрабатывает деньги, из кого берут огромное количество процентов их денег для того, чтобы содержать тех, кто перебежал границу и, так сказать, либо сам сел на шею нашу, либо сам-то он работает, но у него есть трое или четверо детей, которые пошли в школу, за которые он не платит, он ездит по дорогам, за которые он не платит, ну и тому подобное. Он не платит за границу, не платит за армию, он просто живет здесь и меньше зарабатывает. Ну, как в Советском Союзе, за вас, что называется, все за вас сделали, а вам на руки давали немножко денег, чтобы вы могли еду покупать, там, не знаю, там и туфли низкого, низкого качества, все остальное, так сказать, вам давали. Ну, там еще какие-то мелочи, да, но в основном на еду, чтобы хватало, и коммунальные услуги у меня в Ленинграде, в нашей, так сказать, в общем достаточно большой квартире, стоили 11 рублей 70 копеек, ну, чтобы запомнил эту сумму, потому что она меня, я думаю, что даже не в месяц, а в год, может быть, не помню. Вот будет такую интересную сумму. То есть мы у вас, так сказать, мы забираем все у вас и обеспечиваем вас всем, ну, как в тюрьме, да, а вот вам даем некоторое количество денег на то, чтобы вы не умерли с голоду, там, и выпивку могли покупать, очень хорошо. Значит, здесь вот происходит движение в эту сторону, ну, и товарищи либералы, которые говорят, что вы такие вот дирсифицированные, там, вы за то, чтобы разница, так сказать, все были разные, одни черные, одни зеленые, одни короткие, дорогие, там, спали с женщинами, третьи спали с животными, я не знаю, там, с кем еще, да, вот. Но как только у тебя другое мнение, то, значит, мы тебя не хотим принимать в наш детский садик, уходи, так сказать, в наши песочницы, мы тебя туда не хотим, тебя здесь видеть, мы тебя вытолкнем, начнем бить ногами, там, и плеваться на тебя. Значит, странная ситуация создается, и с этой, и с эмиграцией, с разложением страны на две части, которые начинают воевать друг с другом. Зачем воевать-то друг с другом? Нужно жить вместе здесь. Но у нас есть разные мнения. Я, например, считаю, что нужно построить стену, я считаю, что нужно изменить законы иммиграционные, я считаю, что нужно задерживать людей, которые сюда приезжают. А есть кто-то, кто считает, что их надо всех пропускать. Давайте это обсуждать и говорить, вот есть мой дом, я не хочу. А если ты хочешь в свой дом, в свой собственный дом, не в наш общий дом Америки, а в свой собственный дом, пусть три семьи с восьми детьми, это твое личное дело. Тогда ты за них отвечай. А я на них отвечать не буду. Вот так они не хотят. Они хотят драться и кричать, и орать, что мы страшные расисты. Ну, ладно, я могу еще разговаривать два часа. И очень интересно. Да, слушать вопросы. И очень интересно. Я напомню, телефон в студии 847-400. Ваши вопросы по этому телефону, или он постарается на них ответить. Вот, к сожалению, иммиграционная политика, ведь это не просто так. Этот старый, давно проверенный метод изменения электората. Не зря же Тед Кеннеди протолкнул этот закон в 65-м году. И результаты налицо. Вы посмотрите, меняется демография, меняется, уже можно предположить, что республиканцы никогда, республиканский кандидат в президенты, никогда не выиграет popular awards, что называется, то есть большинство голосов в Америке, потому что демографическая ситуация изменилась. Потому что в страну завезено, перепрыгнуло через забор, переплыло через реку. Люди, которые действительно не пытаются реализовать, что называется, американскую мечту, а идут за подачками. И таких много. Не потому, что они плохие люди. Нет. Сережа, я бы даже чуть-чуть поменял это. На самом деле, большинство тех, кто идет из Гондураса, я специально взял одну страну, они идут не за подачками, они не думают по этому поводу. Они просто знают, что им не дадут пропасть в Америку. Потому что легенда такая ходит, что у нас дают пропасть, а там нет. А они идут работать. Они хотят работать. Проблема заключается в том, что как только в 21 веке ты получаешь человека, который готов на работу 17 века, и перед этим его дети будут первое поколение, у которых хоть как-то начнут работать мозги, больше, чем на уровне хитрости продать подороже, купить подешевле, что-то обмануть на рынке. Это время. Это занимает... А тем временем эти все люди садятся в 21 веке, они не могут работать на компьютерах, они не могут участвовать в проектировании. Я понимаю, что не только проектировать, надо рыть канавы. Но канавы-то меньше и меньше надо рыть. Ведь проблема в том, что все эти люди потом оказываются либо в подпольных цехах, где их используют, что называется, sweatshops, либо они занимаются тем, что они перекапывают сады, стригут траву или моют полы у кого-то. И это их основная работа. А там метут что-то и тому подобное. Ну хорошо, сколько их можно? 15 миллионов уже есть. И плюс 15 миллионов этих, которые заехали и без документов, как любят говорить, то есть нелегалы, есть еще 15-20 миллионов американцев, которые не доучились, не учились, не хотели, не понимали и тому подобное, которые выкинуты в эту же отрасль. И они друг с другом конкурируют. И когда приходит нелегальный эмигрант, который готов работать за 5, 6, 7, 8 долларов в час, и американец, который хочет законно получать как минимум 12-15, например, то, во-первых, выбирают не американца. А что делает американец? А он сразу же бежит, когда его не выбрали и не взяли, он бежит, правильно делает, по закону, social security. И получает бенефит за то, что он не может устроиться на работу. То есть мы, иными словами, я уже много раз об этом говорил, мы 15 миллионов человек обеспечиваем работой и платим им чуть-чуть поменьше, а потом мы еще 15 миллионов человек, которые из-за этого не работают, мы им платим по безработице все остальные блага, учим их детей и тому подобное. И учим детей тех, которые незаконно сюда приехали. Уже говоря о лечении и тому подобное. Что бы мне не рассказывали, а вот я не встречал ни в Нью-Йорке, ни в Калифорнии, я жил и там, и там, чтобы кого-то взяли и выгнали из, скажем, медицинского какого-то учреждения, там поликлиника или господинского. Так, пошел отсюда, ты там и прочее. Ну, принимают же, а потом начинают выяснять. А он не понимает ни по-английски, ничего не знает, ему надо болеть. Вот ему, то есть, когда лечить, мазать, делать, там, сказать, что-то такое, вызывают специалистов и т.д. А потом спрашивают, а у вас вообще есть страховка? А у вас деньги есть? А, ну хорошо, тогда идите. То есть, мы делаем это. Мы платим за это. И это человечно. Просто нельзя, что называется, человек валяется, нельзя ему не помочь, нельзя ему не подойти, нельзя его оставить, он убирает. Надо просто его сюда не допустить. Вот и все. Вот в Израиле, скажем, введена такая система, там строже с дисциплиной. Значит, пожалуйста, можете перевозить человеку, человека, подали заявку, мне он нужен на такую-то работу, доказали, что он вам нужен. Приезжает человек, первое, что вы сделали, это вы первым же самым делом, я извиняюсь за телефонный звонок, просто, так сказать, не говорят дома, рядом. А это вы должны заплатить за все время его пребывания по, там, 200 долларов в месяц за страховку медицинскую, его. Вот так. А больше 11 месяцев вы не имеете права держать работника. Точка. И это означает, это означает, что нет людей, которых не покрыты страховкой. Точка. Давайте попробуем принять звонки от наших радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, Филип. Здравствуйте, Леон. Скажите, пожалуйста, что на сегодняшний день какое-то наказание для тех людей, которые для хозяевов бизнеса, которые нанимают нелегалов на работу? Спасибо. Вопрос, значит, заключается в том, что какое наказание для тех владельцев бизнесов, которые принимают нелегалов на работу? Значит, в течение последних 15 лет и демократы, и республиканцы не дают пройти так называемому и-верифай, значит, законов и-верифай. Ввести его самостийно президент не может, это серьезное очень дело. А, значит, сейчас демократы не дают, да, то, что республиканцы не давали. Что такое и-верифай? Человек приходит надеваться к вам на работу. У вас, так сказать, законное нормальное предприятие. Два человека работают, или 200 тысяч работают, не имеет значения. Вы обязаны взять у него документ или документы, забить информацию в компьютер, в определенную, так сказать, вот, там, точку государственного, там, аппарата и тому подобное, и вам выскакивает, да, этот человек, вот его фотография, вот он такого, так сказать, роста такого-то, этого самого и тому подобное, и он имеет право на работу. Или нет, он не имеет права на работу. Или у него нет документа. Так вот, значит, если после этого или не проверив, наниматель возьмет человека на работу, его нанимателя поймают, тогда он будет платить огромный штраф. Я не помню, там, что-то предлагалось, три годовых зарплаты, десять годовых зарплат такого рабочего. Вот. И это бы сработало моментально. Потрясающе. То есть, десятки, сотни тысяч, миллионы начали бы покидать, Америку уезжать обратно. Правильно? А те, кто остался, и новые, и новые уже, так сказать, их проверяли нормально, так сказать, построили бы стенку и поменяли бы законы. На сегодняшний день никакого наказания, сколько бы ни было, имеющего смысл, нету. Я не помню, по-моему, есть там какие-то штрафы на уровне месячной зарплаты. А никого это не волнует, так сказать. Или что-то еще такое. Может, вообще нет сейчас ничего. Я просто-просто не могу вспомниться. Ну, в общем, это не работает. Пока вы не будете бить совершенно точно по тому, кто нанимает. Я сейчас не говорю о тех людях, которым приходят мыть полы, но мы не наниматели. Кто-то приходит мыть пол, но откуда-то не будешь документы брать, проверять, компьютер забивать. Или там стрижет что-то такое во дворе. Ну, извиняюсь, стриги себе во дворе. Или там нужно на четыре часа взять от магазина на углу стоящего мужика или двоих, чтобы помог что-то перенести или что-то починить. Понятно, что никто не будет заставлять вас, так сказать, заниматься этим. Но если у тебя предприятие, на котором ты берешь на зарплату и тому подобное, то ты должен быть наказан за то, что ты берешь незаконного работника. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я к Леону. Леона я очень уважаю. Больше меня не знают, кто уважает. Но мне кажется, он повторяется. Дело в том, что меня, например, сегодня интересует, что конкретно делается уже. Что с этими указами, их прохождением, там, вроде, они протестованы в судах, что на границе, что практически вот за это время, что мы говорим, уже сделаны или делаются, или на какой это стадии находится. По конкретней. Будьте добры. Я извиняюсь. Со всем уважением. Хороший вопрос на самом деле. Я не гарантирую, что я все знаю. Но я расскажу, что я знаю. Во-первых, была достигнута договоренность с Мексикой на то, что они отправляют 4 тысячи человек. Ответственно вам заявляю, что они уже 26 тысяч солдат, включая национальную гвардию, держат на своей южной границе, потому что они выяснили, что когда-либо было 4, потом 6, потом 8 тысяч, это все равно не хватало, и люди оттуда пробирались, пробегали. Они еще держат 26 тысяч человек. Все равно кто-то просачивается, но уже значительно меньше, приблизительно половина. А второе, это что указом, который пока не оспорили, я думаю, я надеюсь, что не удастся оспорить, пойманных будут детей вместе с родителями. На 50% это дети не свои, на самом деле. До 50% выясняется, что это не свои делают ДНК. Тесты выясняют, что никакого отношения дети к этим взрослым не имеют. Взрослые тоже иногда не имеют другого отношения. Сформировали мужчину и женщину, семья, дали двух человек, двух детей, и давай, пошел. Заплати там деньги и иди вперед. А плати 5, половину вперед, а половину потом будешь отрабатывать на какой-нибудь там, так сказать, бесплатно будешь работать на какой-нибудь дядю еще 5 лет. Так вот, значит, их будут помещать в эти центры. И, по крайней мере, напряжение спадает, да? У тебя нет уже там 20 дней, в которые нужно срочно это сделать. А еще и конгресс не выделяет деньги на то, чтобы судьи вовремя судили, значит, на два года вперед все это. То есть, люди должны будут просидеть, сколько? Два года там, может быть, если они будут сидеть и писать своим родным, и родные об этом узнают и тому подобное, может не попрутся в таких количествах сюда, зная, что они будут два года сидеть. А может попрутся, потому что два года сидеть в лагере здесь, может быть, когда кормят, поят, там учат, лечат. Я не знаю, ужасная жизнь, с моей точки зрения, но, может быть, это лучше, чем помирать там с голодухи в каком-нибудь Гондурасе. Что еще делается? Ну, огромные изменения происходят и на нашей границе, огромные изменения происходят в Айс, которые пытаются демократы вообще, так сказать, чтобы закрыть, объявить его расистски и тому подобное. Но все остальное пока застряло в судах, потому что у нас правовое государство. И демократы, убежденные, упертые люди оказались. И которые значительно больше... Понимаете, вот вся работа демократов в последние два с половиной года это ухудшить состояние жизни американцев, а для того, чтобы избрал, так сказать, их кандидат, которого они хотят в следующий раз в президентство. Точка. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я, к сожалению, не слышал вашу передачу с самого начала. Говорили ли вы о Гренландии, о покупке Гренландии, о желании наше президент купить. И скажите, пожалуйста, вот откуда он назначил цену 10 триллионов долларов? Откуда он возьмет эти деньги? и, пожалуйста, о желании Трампа вновь вернуть Россию чьи 8. Спасибо. Да, давайте мы примем еще один звонок к Гренландии, вернемся уже потом и к большой восьмерке, к России и так далее. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа, добрый день, Леон. По поводу вашего предыдущего, то, что вы говорили, значит, этот указ Трампа, что всех этих нелегалов держать бессрочно, да, вы надеетесь, что он, даже его, не смогут опрокинуть, но ведь этот, его указ идет точно в противоречии с тем решением суда, с которым, насколько я знаю, наш великий Обама согласился, что семьи с детьми нельзя держать вот в этих центрах больше, чем 21 день. То есть, то есть, указ Трампа идет четко в противоречии с решением суда, и как, какое ваше мнение, то есть, он не может не быть опротестован, и с вашей точки зрения, он, какая будет у него судьба, как вы думаете, потому что то, что он протестует, на мой взгляд, очевидно. Прежде чем, Евгений, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, это было внесудебное соглашение, это не было решение суда, это было сеттлмент. Да, это было соглашение, которое, насколько я знаю, Обама, я думаю, с удовольствием подписал. Ну, это да. Но, тем не менее, это уже какой-то легальный прецедент, и я не говорю, что решение Трампа плохое, наоборот. Я понимаю. Но оно идет четко против этого решения, то есть, наверняка, оно опять застрянет в этом судах. Ну, любое решение Трампа застрянет в судах, это безусловно. Спасибо. Я так к этому что-то. У нас сейчас раскладка в Верховном суде довольно приличная. У нас свинг-вод, который туда-сюда, он Робертсон, а он достаточно, в общем, не левый. То есть, он как бы центрист, но он не левый. То есть, у нас не 5 на 4 левизны, у нас 4-4, и, так сказать, колебающиеся, колеблющиеся, это Робертсон. А, я думаю, что из-за такой, из-за вот этой новой ситуации в Верховном суде, это может проконять. Потому что аргумент, один из аргументов, который пользуются, так сказать, люди Трампа, так сказать, Трамп сам этого не говорит, что, преступление, скажем, гражданка, у нее двое детей, ее посадили в тюрьме, в тюрьму, это не означает, что ее выпущут через 21 день, потому что у нее есть дети. Правильно? Это абсурд. И детей туда, как бы, не потащат. А сначала какой-то центр, в котором тоже будут закрыты двери, и на окнах будут стоять решетки. И там их будут держать некоторое время, и будут искать то, что называется foster family, то есть, так сказать, приемных родителей, которые за деньги имеют 3, 4, 5, 10 вот таких вот детей, неблагополучных обычно, и их, что называется, воспитывают. Я думаю, что у них тоже есть решетки на окнах. То есть, в каком-то смысле, это тоже тюрьма. Так вот, почему для американцев это можно, а для, так сказать, людей, которые приехали из границы, это нельзя, это не очень понятно. Да, могут протестовывать уже, там, ассоциация психологов, или, там, психотерапевтов Америки написала жалостливое письмо, что, находясь в заключении, психотерапевтей страдает. Они забыли добавить, что, когда их передавали от своих родителей к чужим, их психика страдала, или они шли со своими родителями из Гватемалы через всю Мексику, там, тысячу километров, без жратвы, без еды, там, без питья и тому подобное, их психика страдала. Когда там их избивали и насиловали по дороге, их психика страдала и тому подобное. То есть, когда они попадают в эти центры американские, то это настолько улучшение ситуации для них, что просто придумать невозможно. Так что, их психика очень пострадала, а, находясь у нас здесь, она восстанавливается. Так что, есть аргументы, есть аргументы, и есть другое расположение, другая ситуация в суде. Что касается суда, вы, наверное, слышали эту новость печальную, и, к сожалению, Русбедер, Гинсбург опять проходит курс лечения, не панкреатик, тюмор. Ну, из-за этого и будут сейчас сходиться в рюкзаке с ума демократы, потому что, если она, она будет стараться не уйти до выборов, надеясь на то, что приводит демократ и тому подобное. Но, может, когда-то ситуация просто не сможет ничего. И тогда у Трампа появится еще одна возможность. Но, правда, опять демократы будут кричать, что, в год выборов и тому подобное, то же самое, что включают республиканцы и не давали обамовскому человеку. То есть, начнется это. Но, есть совершенно замечательная женщина, сейчас не могу вспомнить ее имя, фамилию, которая номер один сейчас в списке у Трампа, если что-то случается с Гинсбург. Ну, посмотрим. Ну, а что касается детей, во время слушаний шеф пограничников доложил о том, что 5800 семей на самом деле фальшивые семьи, то есть дети не имеют никакого отношения к тем взрослым, которые назвали себя их родителями. Это проверено и доказано. Есть еще огромное количество, где подозревают, просто еще не успели, там, тоже, это священное время делать это ДНК и тому подобное. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально пару минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу с Леоном Вайнштейном. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете позвонить по этому номеру телефона, и Леон постарается ответить на ваш вопрос. Ну, и еще одна инициатива, с которой, ну, уже не первый раз об этом говорит Трамп, о том, чтобы отменить право на гражданство по факту рождения, которое тоже вызвало бурю всяких эмоций. С одной стороны, положительных, те, кто, я не знаю, придерживается консервативных взглядов, те считают, что это необходимо сделать и находят свои аргументы в пользу этого, ну, а те, кто придерживается леворадикальных взглядов, конечно же, визжат и говорят, что это не что иное, как проявление расизма. Вообще сейчас все проявление расизма. Вот что бы, кто бы не сказал, если ты не лижешь причинное место демократам, их идеям, если не поддерживаешь борьбу с глобальным потеплением, не готов потратить там 100 триллионов или 16 триллионов, как последнее предложение Берни Сэндерса, то ты, безусловно, расист. на то, что в какой-то момент то, что называется народ, то есть у нас есть, скажем, люди, которые поверили, что Трамп идет правильной дорогой, они называются его, так сказать, база, где-то 30% населения, на которых пропаганда вот этого не действует. Есть порядка 40% населения, которые, потому что они в основном, так сказать, попали в школе или в колледже, или в какой-то другой ситуации, или просто подпали под телевидение, так сказать, СМИ и тому подобное их пропаганду, они поверили в то, что вот если там у кого-то есть два стула, а у кого-то другого не одного, то надо обязательно отнять вот второй стул у того, у кого есть, отдать его, и все будет теперь справедливо, равно, хорошо, и все будут жить в мире. И вот, значит, слово расизм, фашизм и прочее, оно будет, никак не будет действовать на 30% и будут укреплять, укреплять, и укреплять, так сказать, убежденность тех 40%. Разговор идет о том, только о той группе людей, которые посредине, что называется, которые как бы не приросли душой ни налево, ни направо, а пытаются каждый раз разбираться, о чем им больше нравится, чем им больше подходит. А вот я думаю, что если ты будешь постоянно, тупо, и по любому поводу говорить слово расист, в какой-то момент эти люди начнут думать, я на самом деле думаю так же, неужели я тоже расист? Вроде бы нет, да? Наверное, стыдно так думать, но я так думаю. И еще второй повод, то же самое. Как бы логика говорит, что вот это так, а они говорят, что это расист. И вот после того, как 3, 4, 5, 10, 20 раз у тебя вот это странное ощущение того, что ну не расист я, ребята, не расист. Что они обзывают расистом? У них пропадет вот эта острая вера в то, что те, кто так говорят, вот как-то вот так, они расисты или как-то думают. Ну почему, если я говорю, что надо сюда принимать более обученных людей, то я расист. На самом деле, расисты они, вы подумаете, что они говорят. Они говорят, ага, ты не хочешь принимать черных, потому что они плохо обучены. Эти ребята, кто сказал, что они плохо обучены? Я что ли? Нет? Нет, это ты имел в виду. Откуда ты знаешь, что я имел в виду? Так вот, то, что я имел в виду важнее того, что они говорят. Значит, в какой-то момент это может уже надоело, но в какой-то момент просто станет уже совершенно невозможным навяжется на... И люди перестанут реагировать на фашизм, нацист, расист, шовинист, там, не знаю, и тому подобное. Просто перестанут на это реагировать. Спасибо. И вопрос, который был задан перед тем, как мы ушли на перерыв по поводу Гренландии и там трех триллионов, я не знаю, откуда эта цифра взялась, по-моему. Я даже не знаю, на счет Гренландии, значит, это третья попытка Америки обратиться к... формально Бельгия имеет, право на Гренландию. Дания. Если говорить о самоуправлении, формально Бельгия владеет этой территорией. А дважды уже, если не ошибаюсь, то сразу же после окончания Второй мировой войны и потом боюсь соврать. Но дважды уже, так сказать, бельгийцам делались такие предложения, с ними обсуждались и ни к чему не пришли. А сейчас, когда у нас в результате изменения температуры на земном шаре начинают подтаивать с дык, то весь тот регион и Гренландия тоже начинает освобождаться от такого ледяного массива и суша, и земля. Опять, я не хочу, чтобы вы думали, что я считаю, что из-за человека происходит потепление. Оно происходит под совершенно другим причином. Ось земли, изменения относительно солнца и тому подобное колебания. Не хочу лезть в это дело. Значит, человек имеет к этому примерно отношение на 0,0,1 миллионную процент. Но из-за этого происходит следующее. Во-первых, там можно теперь судоходство, еще чуть-чуть и можно будет довольно свободно устраивать судоходство без того, чтобы посылать ледоколы туда. А с другой стороны, в самой Гренландии огромное количество всяких ископаемых. И эти ископаемые можно будет очень скоро добывать. Их сложно было добывать, потому что они под ледяной коркой находились. А сейчас она стала значительно уже, и технология изменилась, и можно добывать. Поэтому, да, и третье, это стратегически. Это место безумно важно, потому что, если кто-то контролирует, скажем, Гренландию, то он контролирует вот и, как я уже сказал, значит, проход судов, так сказать, пути морские. Китайцы просто называют это новым, новым шелковым, так сказать, путем. и уже послали туда, организовывают там кучу якобы научных станций, а на самом деле, так сказать, военных, почему-то военные организовывают научные станции. А с другой стороны, то богатство, которое внутри земли там находится. Так вот, значит, Трамп, естественно, у него возникла идея, что вместо того, чтобы заниматься тем, что каждый раз договора писать с Бельгией по этому поводу, почему бы нам просто не выкупить это дело? Ну, бельгийская премьерша, с моей точки зрения, неправильно, так сказать, поступила, взяла и в Твитте написала, что это, вообще, так сказать, идиотская идея, кто такой этот кретинизм придумал, там я не помню формулировку точную, да, на что Трамп, так сказать, почему обиделся и сказал, что тогда вообще с тобой разговаривать не буду, не поеду в вашу страну, нечего мне там, так сказать, с вами общаться, я откладываю визит. На дип-языке отвечает, не хочешь, как хочешь, пошла подальше. Вот, но, тем не менее, Гринградия, это очень лакомый кусок. И, конечно, Гринградия сама тоже, и Бельгия тоже хочет все это иметь, от этого не гуртом за все, а, так сказать, по частям. Поэтому продавать она Гринландию не будет, а будет подторговывать правом, морской порт организовать, правом военную, там, базу организовать, и правом рыбцископаемых. Вы оговорились, это, значит, до 1536 года Гренландия была частью Норвегии, а спустя некоторое время по приоритету викингов стало принадлежать датскому королевству, Дании. Во время Второй мировой войны продекларат над Гренландией осуществлялся в США и Канаде, по окончании Второй мировой войны остров вновь стал принадлежать Дании. Вы оговорились, Дании. И премьер-министр А я что сказал? В Бельгии. В Бельгии. В Дании. В Дании. Да, ну, оговорка. А теперь второй вопрос, который был, если не ошибаюсь, по поводу заявления Трампа о том, что он был бы не против, если кто-то пригласит Россию участвовать в Большой Семерке. В Восьмерке, да? То есть, из Большой Семерки опять превратится в Большую Восьмерку. А у меня нет пока ни о ком мнения по этому поводу. Я довольно много читал там и влево, и вправо, но мнения своего извиняюсь нет, и поэтому высказывайте его смысла ни о кое-каку. Если, Сережа, есть какие-то идеи, то выдай, с удовольствием обсужу, но пока нет. Ну, на первый взгляд, это звучит несколько так шокирующе, потому что, ну, не является Россия нашим другом, по большому счету. Вот сейчас... Ну, она мощная, мощный возбудитель неспокойствия на планете. Да. Вот сейчас некое такое противостояние. мы вышли из договора о ракетах средней дальности через 60 дней после того, как мы вышли из договора, испытали новую ракету. В ответ Россия обратилась в Совет безопасности ООН с тем, чтобы провести экстренное заседание, обвинив нас в агрессии. В общем, ну, зная вот такие неординарные ходы Трампа, я думаю, что у него что-то есть там, какая-то мысль задняя. Что-то, что-то за этим. Одну мысль я могу рассказать, какая мне приходит в голову. Значит, наши европейские партнеры с одной стороны вместе с Обамой выкинули Путина из этой восьмерки, а с другой стороны все время ведут с ним переговоры о строительстве газопровода и тому подобное. Какого черта? Ну и что, что его из восьмерки выкинули? Вы все равно деньги у него берете и вкладываете деньги в его экономику и тому подобное. Все равно за него ратуете. Ратуете. А все, что плохое происходит, это все Америка. Вот это Америка агрессивная. А вы хорошие. Почему? Вот пусть они сядут за один стол все вместе и пусть они общаются там прямо, а не за спиной Америки. Да, что называется глаза в глаза. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Не дождался. 847-400-5200 телефон нашей студии. Если у вас по-прежнему есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Добрый день. А у меня такое мнение. Что вы думаете? Трамп хочет помешать сближению России и Китая. Сейчас ведь идет тесный контакт между Россией и Китаем. И это вот Путин был во Франции тоже. Макрон говорит о снятии санкций. Что вы... А, ну, оно прервалось, да, но я вопрос понял. Ну, Китай и Европа это разные, так сказать, как бы разные вещи. Ну, давайте с Европы начнем. Ну, вот, то самое, что я вам говорю, они, с одной стороны, они там размахивают там, какими-то там, выгоним из восьмерки, там, не дадим, мы-то... А что с Россией произошло за то, что ее выгнали из восьмерки? Ничего. А вот то, что Макрон предлагает снять санкции, и, очевидно, зачем-то это ему нужно, ну, не лично, я все-таки, надеюсь, а Франции, да, деньги какие-то пообещали. Зачем тот же Макрон, так сказать, пытается с Ираном продолжать взаимоотношения? Денег у них там много там, от чего-то, наверное, ему нужны их деньги, да? Вот, почему вообще вся Европа заигрывает с Россией, с его газом, это прекрасно понимают. Лучше всех они понимают, что они садятся на иглу, и в тот момент, когда Россия получает тут вторую ветку Северный поток-2, они начинают легко совершенно зажимать гайки Украине и Польше, и, так сказать, политические цели они достигли. То есть, играются в эти игры, потому что им идут бабки за это, да? Вот. А Китай совершенно другая история. Китай считает, что вся Сибирь это их, что временно оно оккупировано, это их позиция, это не то, что я выдумываю, это их позиция, это временно оккупировано, так сказать, некой Россией, но вся эта территория их исконна, их, что, наверное, правда, так сказать, там жили всякие племена, похожие на китайские, да? И они тихо, медленно туда заходят и зайдут. Значит, да, конечно, мы пытаемся помешать сближению этих двух стран, если мы начнем жестко общаться с Россией, и жестко общаться с Китаем, а мы это делаем, да, то мы их бросаем друг другу в объятия. Хорошо ли это? Нет. Представьте себе, что Китай заселяет все эти территории и, так сказать, получает еще рядом, так сказать, не Северную Корею, которую они управляют, малюсенькую, да, а Россию, которая гавкает в тот момент, когда Китай им говорит гавкнуть и, так сказать, выпускает ракеты и делает любые провокации, когда Китай говорит им делать провокации. Вот представьте себе Северную Корею, но размером с Россию 140 миллионов человек, которые полностью подчиняются всем распоряжениям Китая. Вот подумав об этом, три раза подумайте, а не пригласить ли мне, значит, Путина в восьмерку и не показать, что я его друг? Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно говорить? Говорите. Будьте любезны. Вот меня интересует такой вопрос. Эти дети оказались не родители этих, которые привезли их. Что же будет дальше? Детей оставят, тех отправят или оставят этих, которые их привезли, они их воспитают в своем духе и будет больше врагов у нас в стране. Ответьте, пожалуйста, чем же эта комедия, трагедия закончится? Чем закончится, я не знаю. Последний раз Оракулов работал очень давно. Проблема, у нас законы такие интересные, они явно соврали, они все обманывают, они такие же, так сказать, в рефьюджит, как, я не знаю, как кенгуру. Но, тем не менее, у нас есть определенные законы, которые вынуждают нас передавать все это дело в суд и ждать два года и пока их кормить, поить. А предыдущим законам вообще надо было их отпустить, не важно, что их поймали с чем. И с этими детьми отпустить, прекрасно понимая, что дети становятся беспризорными, то есть мы берем их на свое, так сказать, содержание и прочее. Вот. В этом же и проблема. Проблема в том, что никто не знает, чем все это будет, как все это будет продолжаться, потому что демократы с республикациями не могут договориться, о том, каким образом решить проблему эмиграции уже около 50 лет. И следующий вопрос. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Леон. У меня вопрос вот по теме, связанной с нашей страной, я думаю, что она всех наиболее интересует. А скажи, пожалуйста, если вы знаете, в каком, в какой стадии находится следствие по делу Хиллари Клинтон, если я не ошибаюсь, был назначен прокурор, который расследует все ее дела и делишки, начиная от коррупции, предательства национальных интересов, и даже, опять, если я не ошибаюсь, обвинения чуть ли не в спионаже. А в какой стадии находится это расследование? Я думаю, что это очень важно в свете приближающихся выборов, потому что можно будет сказать избирателей. Вот смотрите, кто едва не стал президентом этой адъем-партии. Будьте любезны, пожалуйста, ответьте на вопрос. Окей. Значит, имя такое помните еще, господа, Эпштейн, да? Эпстайн. Значит, судя по записям там всяким самолетным, они ведут журнал, например, бортовой на самолете, вот на этой самой лолите, которую, так сказать, возила девочек в поместье Эпштайна или возила, так сказать, известных всех их людей в поместье к этим девочкам, очевидно. Вот. Лолита Экспресс они называли ее. Помните, что такое Лолита, да? Это был человек, которому 23 раза, как минимум, летал, говорят, что еще больше, что сейчас раскопали еще до 40, так сказать, уже вот этих записей. Летал Билл Глинтон, по какому поводу, совершенно непонятно, да, обсуждать мировые дела. Он встретился с Лоретой Линча, и 40 минут в то время как жену его расследовали, он разговаривал о том, как дети играют в теннис. Внуки, извиняюсь, да? Так вот, значит, зачем он туда летал? Непонятно. Только Эпштейн по этому поводу, я думаю, что по этому поводу, скончался в одной из самых серьезных тюрем Америки, в которой постоянное наблюдение, куча людей работает, которые друг друга проверяют там и тому подобное. Значит, если рука Клинтона дотянулась, опять, я не высказываю реакции, я, так сказать, исследователь, не умею читать мысли людей и тому подобное. Но моя логика говорит, что чья-то рука дотянулась и, скорее всего, рука Клинтона. Вот в эту самую тюрьму, в то время Клинтону уже давно не. Значит, у Клинтона существует библиотека, как когда-то существовала у Гувера из ФБР, с проделками и всяким компроматом, я думаю, это совершенно невероятное количество людей. И когда нужно, они дергают за веревочкой и, так сказать, двери открываются и закрываются. Поэтому безумно сложно судить, рядить и исследовать Хиллари, потому что ты никогда не знаешь, те, которые ее расследуют, вот этот конкретный, или тот, который сейчас пошел в бумажку понес, да, он на листе или его там родственники, близкие, друзья и тому подобное, и поэтому он сделает все возможное, чтобы ее не засудить и чтобы ничего не узнали, потому что, так сказать, потому что, да, понятно. Поэтому безумно сложно с Хиллари. Да, ею занимаются, ее занимаются серьезно. Сейчас идет три, три, как бы, ветки расследований. Одна, которая уже практически закончилась, это, так сказать, генеральный инспектор у нас, да, я думаю, что у нас совсем мало времени, я постараюсь быстро, да, одно, это вот генеральный инспектор Министерства Юстиции Орвенц, второе, это Дурхам, и третье, на секунду у меня вылетел из головы его фамилия, но это главный прокурор штата Арканзас, помню, Сережа, не помню, а, может, не Арканзас, могу путать, он как раз занимается делами Хиллари, Дурхам занимается всем, что связано с началом, почему, откуда пошла вся эта история, когда начали Трампа и его компанию расследовать, какие ноги растут от Хиллари Клинтон и ее избирательной компании, кто кому приказывал, имеет отношение к этому Обама или нет, имеет, конечно, может быть, не прямое, но так тихонечко кивал головой, так сказать, отвернувшись, вот, Белый дом участвовали во всем этом или нет, этим всем занимается Дурхам, а чем занимается генеральный инспектор, это, что незаконного или неправильного делали чиновники американские во время, перед Водвергной компании, во время или после. И, кстати говоря, Джон Саломон сказал о том, что расследование Горвица закончилось и на следующей неделе он передаст доклад генеральному прокурору и где-то в сентябре-октябре мы уже будем знать некие подробности. Уже дважды это было и дважды вдруг дополнительные сведения приходили. На самом деле вчера произошло очень интересное событие, я думаю, что у вас совсем мало времени, да? Ну ладно, бог с ним, в следующий раз тогда. В следующий раз поговорим об этом. Спасибо большое, Леон. Как всегда, очень интересно, до встречи в следующий раз.